Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев 11 мая в рамках региональной недели посетил Тверь. Парламентарий побывал на месте строительства грибной базы на Отверце и проинспектировал реализацию проекта «Ямам нет». Подробности у нашего корреспондента. Здание грибной базы уже построено и почти готово к открытию. Внутри светлые и просторные залы. Все для того, чтобы будущие чемпионы чувствовали себя здесь комфортно. Оборудованы тренажерные залы спецподготовки. В Твери строится две грибных базы. Мы их рассматриваем как единый комплекс. Потому что у нас на базе на Отверце есть два игровых зала. Они необходимы для зимней подготовки, для общей физической подготовки. Хороший специализированный зал с грибными тренажерами, хороший силовой зал. А на грибной базе на Волге там сделан упор больше в специализацию. Есть грибной бассейн. Летние занятия, естественно, все проводятся на воде. Кроме грибной базы еще один подарок для тверских спортсменов. Шесть лодок драконов. Их передали Твери из Москвы. Каждой присвоили имя выдающегося спортсмена Тверской области. Так, теперь одна из лодок будет носить имя российского байдарочника, одного из самых титулованных спортсменов Верхневолжья Виктора Денисова. Как отметил спортсмен, эти лодки станут большим подспорьем для грибцов. Кубок дракона у нас есть в Тверской, почти российское соревнование. И получается, что люди приезжали со своими лодками. Сейчас, сами поймите, что это тоже надо довезти. Будут приезжать спортсмены. И на этих лодках уже будут приезжать соревнования. А одной из лодок присвоили имя Василия Клещенко. Герой России, который погиб в ходе специальной военной операции. Он прошел путь от летчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника Центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ. Светлая память о нем будет жить вечно. Его высокое звание героя России тому свидетельство. На него будут равняться те, кто занимается спортом, и те, кто каждый день старается победить. Победить себя, добиться большего результата. Владимир Васильев также посетил детский сад номер 74 на улице Волынской. Недавно на этом здании был проведен ремонт кровли. Это была давняя проблема, но для выполнения работ капитального характера требовались очень большие финансовые ресурсы. Выход из ситуации помог найти депутат городской думы Илья Холодов, который привлек подрядчика, отремонтировавшего кровлю по приемлемой цене. Огромное спасибо тем, кто поддержал эту программу. Владимиру Абдуардовичу Илье Холодову, Дмитрию Нечаеву. И огромное спасибо от наших родителей. Также здесь в рамках общественного проекта «Я вам нет» приводят в порядок прилегающую территорию. Активисты латают дыры холодным асфальтом, который закупили при поддержке депутатов. Здесь довольно большая территория. И вот идет ремонт на въезде дорожного покрытия. Это программа «Я вам нет». При поддержке депутатов городской думы и при поддержке Владимира Абдуардовича Васильева были изысканные ресурсы, средства для того, чтобы выполнить этот ремонт. Проект «Я вам нет» депутат Государственной думы Владимир Васильев поддерживает с 2016 года. Этот проект стал воплощением инициатив тверских общественных активистов, стремящихся своими силами улучшить жизнь Твери. Поддержку проект получил и от местных органов власти. Активное участие в нем, а также материальную поддержку оказывает и депутат областного парламента Олег Лебедев. В этом году решили приоритет отдать именно социальным объектам, школам, детским садам, больницам, домам культуры. Проектом руководит Васильев Владимир Абдуардович. Мы с Ильей Холодом, с депутатами городской думы Нечаевым, Мануфориевым продолжаем над этим проектом работать. Надеюсь тоже на определенные результаты. Как отметил Владимир Васильев, все инициативы и проекты местных жителей, совместная деятельность объединяют людей и формируют наше общество.